всем привет вы на канале черри такси с вами лишняк владимир ребят сегодня 21 число 7 часов вечера я вышел на смену по моему машину получил первый заказ из красногорска ну в шереметьево правда я не люблю но я решил съездить потому что сейчас в москве пробки думаю ну съезжу пока в шарик но как же мне повезло мои клиенты решили по дороге бухать естественно я не мог рисковать салоном я ну а типа мы доплатим я говорю ну какой здравомыслящий человек будет доплачивать 20000 за то чтобы попить пиво в машине не не мы вам тысячу рублей заплатим естественно это не нереально почему нереально ребят но смотрите что такое разлитое пиво то есть это запах алкоголя в салоне химчистка ну скорее всего это будет одно кресло но максимум там еще на ковролин попадет вот и почистить стоит 5000 не так дорого но кстати да даже не тысячу опять тысяч но мне придется уйти с линии мне придется не заработать денег потому что пока я поеду на химчистку пока будет сохнуть салон то есть это минус рабочая смена то есть 5000 мин минус 5000 на химчистку это уже 10 и еще 5000 стоит аренда этой машины и того 15 ну какой здравомыслящий человек заплатит 15000 чтобы просто попить пивка в такси ну глупо вот соответственно я даже не рассчитываю что кто-то будет это оплачивать и поэтому отменил поездку вернее я предложил пассажирам не открывать пиво но по их настроению я понял что их это не устраивает и соответственно мне пришлось отменить поездку за ними приехала другая машина но вы знаете пассажиры они хоть и ну конечно любой человек будет нервничать да то есть самолеты все такое я все понимаю но вести себя надо согласно правилам сервиса это во первых во вторых эти пассажиры не хамили не грубили и за это им большой респект ну а это видео маяцетку маяцетку скачать маяцетку скачать ну хорошо я не знаю сейчас просим блять бизнеса нельзя пиво Мы сейчас начали что-то, не переживай. Молодой человек, здрасте. Здрасте. А если мы добавим доплату, еще сделаем, можно нам до пяточки выпить? Боюсь, что у вас нет таких денег на такси. Почему? Что? Ну, это глупо платить за такси в районе 20 тысяч, просто так. Зачем 20 тысяч, тысяча рублей сверху доплаты? Боюсь, что нет. Все понимаю, но боюсь, что нет. Расстроил, да? Ну, конечно, ем, а в отпуск едем, довольно счастливый. Думаю, я сейчас по готовке пива еще за час выйду. Сожалею, сожалею. Единственное, я только с территории Снежкома выйду. Потому что, ну, платная начинается через какое-то время. Сейчас за вами другая машинка приедет. И лучше сказать, чтобы она приехала... Так, а почему? Туда, где мы будем стоять. Что? А почему? Ну, я так понимаю, вы хотите ехать и пить пиво, правильно? Да ладно, уже так едем. Ну, я же не могу рисковать. Вы можете поставить низкую оценку за такое поведение неадекватное водителя. А я из-за этого потом месяц отрабатывать буду. К сожалению, не могу рисковать. Так, а машина сейчас свободнее. Посмотрите, пожалуйста. У вас там в приложении должно быть написано. Так, у меня заказ будет к сетке, да? Да, ну, там должна назначиться следующая машина. Выгонять я вас точно не собираюсь. Это не в правилах сервиса. Скажите, а где удобно будет ожидать? Да я думаю, мы поедем, а будем ждать. В смысле, поедем на другой машине? Да поехали уже с вами. Молодой человек сейчас выставит форт. Со мной не получится. Почему не получится? Но у нас заказа нет. А зачем вы отменилили? Я же вам объяснил. Я понял, но мы не хотели. Я могу остаться без работы из-за этого. Понимаете? Пассажир мне может сказать, что ой, не переживай, все в порядке. Потом ставит 4 звезды, и я месяц отрабатываю. Так я единицу вам поставлю. Зачем мне 4 звезды? Ну, единицу тем более. Я сейчас это сделаю, да, в онлайне. Мне какую проблему составляют? Вы сейчас нас задержали на 12 минут. На 12 минут мы задержались. Наталья, нарушили правила сервиса, не я. 19.00. Потреблять алкогольные напитки. Я же просил вас, вы отказали, все, какой вопрос. Я же говорю, проблема в том, что это нарушало ваши планы. Ну и что проблема в том, я сейчас нарушаю в 2-3 раза вы куже. Вы что делаете там? У нас ровно в 19.00 выезды уже будет. У меня сейчас рейс на Мальдивы, вы это будете возмещать? Это что такое? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скоро, меня зовут Тимур, чем могу вам помочь? Продолжение следует... Добрый день. Это Владимир. У меня вопрос по заказу, единственное, я не могу сказать... Да, я же начинал. 159 587, да. Да, я вижу заказ. Но только я вижу, заказ отменен. Да, я отменил, потому что пассажир и пассажирка сели с двумя бутылками пива. Я их попросил не открывать, и они очень сильно огорчились по этому поводу. Я спросил, для них это принципиально. Они говорят, да, давайте мы вам доплатим тысячу рублей, но будем ехать и пить пиво. Я говорю, извините, но, к сожалению, правила сервиса запрещают распивать спиртные напинки. Они очень сильно расстроились, я им предложил поехать на другой машине, раз их не устраивает то, что в моей машине это нельзя делать. И они подождали у меня в машине, пока приехала другая машина, и поехали на другую машину. Понял, Владимир, в таком случае я отзыва пассажиров по заказу зафиксирую. Дополнительно еще чем-то смогу вам помочь? Ну, если восстановите баллы активности, буду признателен. Владимир, в этом случае у меня активность не получится. От заказа следует отказаться после 10 минут ожидания. В этом случае баллы активности бы не списались. Ну, секундочку, но тут вы не правы. 10 минут ожидания нужно на тот случай, если клиент не выходит. Клиент вышел. Просто он нарушает правила сервиса, и я не могу выполнять эту поездку. А если бы я не завершил поездку, то клиент опоздал бы на самолет, ему нужна была другая машина. Тут немножко неприменимо вот это 10 минут ожидания. Тем более, если бы я с ним, с клиентом в салоне 10 минут ждал бы, он бы все равно вам позвонил, и вы бы отменили этот заказ, как будто я отказываюсь от заказа в потере активности. Правильно? Понял, Владимир, но, к сожалению, в этом случае вернуть активность не получится. Вот два пассажира уже зафиксировал. Чем-то еще смогу вам помочь? Прикольно. То есть я поступил неправильно, надо было как-то по-другому, да? Ну, сколько пассажиру хотел растворить в кольном напитке, что непозволительно, то от поездки стоит отказываться после 10 минут ожидания. Сообщи. Секундочку. Пользователям противника, на какую их делу. Почему тогда... Секундочку. Вот мы уже не первый раз, когда мы возвращаемся. То есть в прошлый раз, когда я опаздывал к пассажиру по причине того, что таксометр неверно рассчитал время подачи, ну, то есть я выехал к клиенту, и я уже опаздываю. Я приехал к клиенту, сказал, что я не смогу его отвезти, и 10 минут ждал. На 9-й минуте поддержка сама отменила заказ с потерей для меня активности, как будто это я отказался. Я звонил в поддержку, спрашивал, почему так? Мне сказали, ну, вы же отказались везти клиента? Ну, да, я отказался, потому что я бы при этом потерял рейтинг. То есть клиент поставил бы мне низкую оценку за опоздание. На что мне сказали, ну, типа, в этом случае это неприменимо. 10 минут ожидания дается, если клиент не вышел, а клиент вышел. Здесь то же самое, клиент вышел. Клиент уже у меня в машине сидит, при чем тут 10 минут ожидания? Понял. В таком случае зафиксируем ваши вопросы, направлю к коллегам для проверки. Вам необходимо будет ожидать. Дополнительные еще вопросы будут другие? Нет, других вопросов нет, спасибо. В таком случае с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Всего доброго.